Добрый день. На библейский портал XGET поступил вопрос, как найти спутницу жизни, если сам ты человек не очень общительный. Думаю, общительность – это не самый важный фактор в поиске спутника или спутницы в жизни. Сейчас вспомнил владыку Пантелеймона, когда он, будучи ещё отцом Аркадием, ездил к нам на севера, и у него был, с ним ездил целый коллектив, коллектив молодых людей, которые приезжали к нам на севера, совершали миссионерские походы, служили литургией, строили там что-то, делали людям, помогали. И вот из этих походов очень много возвращалось пар. По-моему, владыки, по-моему, все девочки там нашли себе женихов. Ещё вспомнил отца Дмитрия, как он благословлял кому-то. Ну, человек подошёл, спросил, вот батюшка, пришло время, надо как-то жениться. Он говорит, ну вот я, говорит, у одной девочки сейчас спрошу, если она согласится, я тебе покажу. И вот он говорил в беседе, что всех, кого он познакомил таким образом, они все живут душа в душу. Поэтому, ну, чтобы найти себе спутника жизни, ну, если вы человек церковный, пожалуйста, приходите в храм. В храме всегда женщин, молодых женщин, незамужних женщин, девочек всегда больше, чем мужчин. Пожалуйста, выбирайте там, смотрите, какая семья, ходит ли мама в храм, папа в храм, выбирайте себе. Вот сейчас ещё вспомнил, два года назад к нам приехал раб Божий Сергий, вместе с нами ходили на север, и мы там, была такая многодетная семья, и я, честно говоря, планировал другую девочку, ну вот, думаю, познакомлю их. Ну вот ему понравилось помладше, и вот они поженились, и милостью Божьей сейчас в Москве живут, дай Богу здоровья, хорошая девчоночка, хороший мальчишка. Ну вот пришёл, захотел найти себе девочку работящую, хорошую, и вот нашёл на северах. Поэтому молитесь, Господь подаст. Можно и у священника спросить, он всегда знает, кто у него там девчонки на выданье есть. Можно и самому поискать в храме. Я знаю одну пару среди своих знакомых, которые познакомились, ну так, вопреки всем моим пониманиям и традициям, познакомились в интернете, у них уже там многодетные четыре ребёночка, всё, и живут спокойненько. Да даже такой способ, ну они оба не шибко общительные, но тем не менее нашли друг друга, и милостью Божьей сейчас живут. Поэтому в первую очередь молиться, а во-вторых, если нет самого таких способностей, то можно сходить к нам на севера, поучаствовать в какой-нибудь миссионерской в нашей экспедиции, либо отца Алексея там в экспедиции на севера ходят. И там в процессе труда, общей молитвы вы всегда найдёте себе человека, который близок вам по духу, близок вам придётся вам на сердце, и какое-то внутреннее такое расположение души подскажет вам, что это именно тот человек. Ну, если уж совсем так, ну подойди к священнику. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.